Каждый умеет что-то делать. И тут увидел сайт, который дает инструкции, как сделать разные вещи из таких вот нужных вещей и полезных, что пригодятся. Это может потом быть как и бизнес какой-то и что-нибудь такое. И они еще дают призы, конкурс 10 тысяч гривен в нескольких номинациях до 8 февраля 2021 года. Это если вы сделаете инструкцию, как делать вещи. Вот тут есть как взяты участь, призы. 8 призов, 4 номинации. 10 тысяч, 10, 10. Тут и пользователи будут голосовать, и жюри. Потом 10 и 5 участников по 2000. Так что я этот адрес сайта оставлю под видео. Кто что-то такое интересное может, делайте. И получайте денюжку еще. Ну смотрите, вот тут открываем инструкции. И какую-то вот одну откроем. Вот 8-струнная гитара с дерева. Вот такое вот что-то такое. Что можно, как говорится, и на доску объявлений выставить. Видите, все такое. CV-стоимость 2000 гривен. Ну прилично. 23 числа января он разместил. Час изготовления от 1 до 6 месяцев. Что-то долго. Инструкция берет участь в конкурсе. Пишет он ему, что со школы ему нравилась музыка. Гитары не было. Азнашел гриф с 7-струнки. Сделал свою первую электрогитару. Это было что-то страшное, но очень милое. Звук из дни мочи был из дросселя. От люминесцентной лампы и катушки от двигателя-вентилятора. Но она звучала. Хотел искать звук, потому что круто иметь было 8 струн. 7 и 6 уже было. Тем более, видите, 8-струнная гитара будет пользоваться спросом. А если еще и 9 сделаете, то вообще. Так. Это какая-то потом группа использовала через 2 года тоже такую гитару. Грифа у него не было. Прошло 10 лет. Вильный час. Материалы. Воды. Накладка на гриф. Дерево. С мусорника плюс 1 штука. Колки 8 штук. Карбора вишевиты. Гитарный анкер. Звук из дни мочи. Реостат. А, это электрогитара, поэтому она дорогая. Конденсатор. Барашки на реостаты. Гнездо гитарное. Клей. Суперклей. Ну, так вот он инструкцию описывает. Шаг 1. Разрабатываем дизайн. Спочатку я зупынывся на наступных параметрах. 8 струн, 27 ладов, 685 миллиметров. Сплошь, это, на сквозной гриф. И вот такая инструкция. Смотрите, остановите видео. Потом шаг 2. Материалы и фотографии надо разместить. Шаг 3. Выбор инструментов. Ну, он все, конечно, тут подробно расписывает. Создание грифовой части. Вот фотографии открываются. Тело гитары. Тут тоже, смотрите, да, сколько. Ну, да, тут себестоимость 2000. Это точно будет. Столько всего сделать. Карбоновые штифты. Тоже все подфоточки. Видите, как тут. Шаг 7. Установка анкера. 8. Разметка грифа на квадгетану. Столько всего делать. Это точно, что от 1 до 6 месяцев. Подключение электроники. И завершение. Я думал, что они такие щедрые. Но вот сайт, смотрите, что они платят деньги. Вот я еще. Ссылка будет. Вот это jak.today. jak.today. Вот про нас, когда открыть. Тут они описывают. Все. А потом в конце этот продукт был построен из-за Петрынки Юсайет. Но это агентство международное. Многие проекты поддерживает. И помощь переселенцам в Украине. И что-то еще там. Они много всего делают. Для развития, как говорится, общества и демократии. Я, по крайней мере, много встречал проектов, которые при финансировании этой организации. И, естественно, они за счет этого гранта могут вот так вот наполнять сайт. А чтобы материал был уникальный, надо, чтобы люди прислали им, как говорится, свое новое. Потому что чужих сайтов там начнешь брать, оно уже там в интернете на сотнях сайтов скопировано. Ну, будиночек от мороженого, палочки. Что тут еще интересное? Сыр, солевое мыло, авокадо с косточки, стендли, елки, сумка-шоппер с баннера, с дерева. Ну, я так смотрел, что-то мне так ничего не прельстило. Может, вы что-то свое дадите. Там они просят и по вышивке, и потому, и потому. Бумажный янгл, ангел по-русски. Карманный лихтарик или блокинг-генератор с отработанных батареек. Время изготовления 1 час, стоимость 20-30 гривен. Вот видите, и указаны вот это время изготовления. Кислородный концентратор. Тут не написано, сколько его делать. Бокс для интубации акрила до 3D деталей. Как пошить маску, перегородка для автомобиля, бесконтактный диспансер, санитезер, тукан. Даже не пойму, что это. Ну, это, видать, новый сайт. Тут еще, видите, не сильно много просмотров. Каждого 20, 40, просмотров 67. Бесконтактное открывание дверей. Тут много с этим 20-м годом связаны эти маски. Антисептики дома. Еще какая-то маска. Распиратор. Устройство для битья, ну, крашенными яиц через интернет. Ну, что-то вот это такое необычное. Три человека понравилось, 56 просмотров. Так это, подождите, оно было еще в 2020 году размещено. И что тут у нас? Ну, Пасха, праздник. Так, конструкция разозащитана для первой люди, но газда друга есть. Газда сбирая конструкцию и обеспечивает все условия для игры. Главная проблема, как передать сигнал про запуск яйца от газды до гостя. Вы можете использовать любой удобный способ. Они избрали для этого фоторезистор. Газда и гость створивает видеочат, выбирает способ для активации фоторезистора. Чтобы облегчить коммуникацию, они создали еще веб-страницу. Тут сайт высвечивается. На которой газда ГИС может подсоединиться к видеочату. Фол, плата, стричкова, пыла. Что-то вообще они такое придумали, я не пойму. Кто там бьет то яйцо. Я сейчас не хочу уже сильно вникать, потому что время ваше. Им надо было, может, видео есть в конце видеоролик. Как оно там бьется, то яйцо. Гляньте, сколько фотографий. Монтаж электроники. Принципиальная схема. Фоторезистор. Длинное это все. Программу для Ардуино. Вот это конструктор электронный, как у то были советские. Это только тут. Это обалдеть, конечно. Насколько это все. Это точно, что в книгу рекордов какую-то можно вносить это изобретение. Берется это яйцо, зажимается. Фоторезисторы. Это фантастический роман, можно в этом написать. Ей-богу. Это фантасты отдыхают. Я разное видел, но такого я еще не видел. Обновлено 21 января. Размещено оно было. Что тут? 18.04.2020. И сколько просмотров было? 56 просмотров всего. Видите, этот сайт не сильно, как говорится, это. Но я вам призы там по 10 тысяч. 4 приза и 5 по 2 тысячи. Дам ссылочку, зайдете, посмотрите. Маска, маска, маски. Мало всего, но зато это у них их контент оригинальный. Ну, я думаю, что вы знаете украинский язык. Скорее всего, тут в правилах прописано, что они на украинском языке принимают. Вот инструкции, подкасты, конкурс. Тут по категориям оно разбито. Написано, как регистрироваться. Ну, такое мы с вами интересное посмотрели. Я, честно говоря, вот это для битья яиц, я удивился. Это ж надо такое придумать. Кто кому яйцо разобьет по интернету. Я вначале подумал по описанию, что это какая-то интернет просто как игра. Что там каждый щелкнет где-то, что-то это, оно разобьется. А они сделали, точили на станках. Это вообще эти все деревяшки. Видите, как у нас люди могут на какое-то простое вещь, что даже и не подумаешь, сделать целое изобретение. Что можно его даже в книгах писать, как разрабатывался этот станок, и что с тем яйцом было, и как-то билось. Ну, вот такая жизнь у нас. Заходите, смотрите другие интересные видео. Есть что посмотреть. Видите? 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 Видите?